добрый день дорогие зрители сегодня разговор у нас пойдет о столярном донце зимой на канале лепилкин 62 у замечательного мастера анатолия я увидел такое приспособление для работы как столярные донцы но это своеобразный рубанок который предназначен для окончательной подгонки углов 45 градусов для склеивания рамок и мне захотелось сделать для себя что-то подобное я несколько виды изменил конструкцию анатолия ну исходя из тех возможностей которые у меня были вот что в конечном итоге у меня получилось сейчас я вам об этом расскажу конструкция основания данного столярного донца мною было практически полностью скопирована у анатолия основание это кусок мебели фанерные направляющие для рубанка прижимная планка которая имеет регулировочные винты барашки упор сделаны под углом 45 градусов с наклеенной на него шлифовальной шкуркой ну в принципе все один в единственное что я доделал это добавил с нижней стороны упор чтобы можно было его надежно зафиксировать на столе и при работе данная конструкция у меня не перемещалась по столу взад вперед а вот сам рубанок у меня другой в качестве основы я взял вот такой вот столярный рубанок у этого рубанка подошва и боковины имеют угол 90 градусов поэтому я решил для себя если этот рубанок просто повернуть на бок то как раз и столярные донца получается мне пришлось срезать часть подошвы где находилась ручка вот эту ручку я вообще убрал и оставшуюся часть при помощи двух винтов я прикрепил к подошве подошва сделана из куска стали толщиной наверное тут миллиметров 8 и еще сделана была дополнительная ручка для удобства в работе вот в принципе и вся конструкция еще хочу обратить ваше внимание на то что под у этого рубанка для регулировки используются два винта мне показалось это очень удобным поскольку при помощи них можно вывести угол в 90 градусов относительно столешницы угол ножа по отношению к ходу движения составляет 45 градусов угол заточки самого ножа у меня 35 градусов вот такая конструкция анатолий для того чтобы улучшить скольжение использовал парафин который он при помощи фена растопил на полозьях я же вместо парафина использовал силиконовую смазку ну результат как вы видите тоже получился неплохой донцы свободно перемещается по полозьям давайте посмотрим как эта конструкция у меня работает у меня сделаны заготовки для фоторамки вот сейчас можно попробовать как раз довести их до ума при помощи этого столярного донца я придерживаю рукой подвожу к ножу заготовку и вот вы можете видеть даже слышать что происходит окончательная доводка заготовки сейчас точно также вторую часть вот в принципе и все виден характерный блеск достаточно чисто получается и таким образом можно доработать все элементы будущей рамки вот видно что окончательно обработана данная заготовка в принципе вот наверное и вся конструкция ну как вы понимаете данный инструмент весьма специфичный нужен он вам или нет это решать вам самим но я решил его сделать потому что фоторамки мне приходится делать очень часто заказывают коллеги по работе друзья ну и просто для себя еще надо обязательно проверить угол 45 градусов что я сейчас и сделаю вот при помощи угломера угол я померял 45 градусов у меня получилось искренне хочу поблагодарить анатолия за его разработку и надеюсь что мои усовершенствования может быть кому то тоже будут полезны и вы сможете сделать что-то подобное для себя опять же повторюсь если вам это конечно надо на этом у меня наверное все если идея понравилась ставьте лайки заходите на канал подписывайтесь оставляйте свои комментарии всего вам самого доброго пока подписывайтесь на мой канал